Телеканал «Боец» представляет в прошлой серии проекта. Туда можешь голову разкинуть. Нокаута не будет, но нос можно подбить, да. Самое главное не дать засунуть две ноги. Вот сейчас, кстати, Егор очень грамотно взял под руки. Каждое его движение, которое он показывает, может применить любой из нас. Девушки покажут вам настоящий мастер-класс, что же такое пляжный волейбол. Меччанки молодцы. Раскатали нас в одну калитку. Вот. Взял его за эту ногу, сам улетал, и уже его еще в парте. Я постарался показать то, что им может пригодиться именно в их сфере. Покидает наш проект второй тренер команды Артем Вахитов. Впереди турниры у него тоже заниматься на антиловику. Мутаев Магомед. Из Киев Али. Победу одержал Магомед Мутаев. Смотрите в этой серии. Я начинаю скручивать. Либо всех выделить разрешат, либо никого. Большим пальцем постарайтесь надавить и тянете на себя одновременно. Ребята лишний раз доказали, что они разносторонние люди. И вот таким движением хочет оппонента свалить, а верхний сидит и думает, что за фигня, что он делает. Самое время назвать участников фронтингового боя. Ребята, всех рад видеть на тренировочке. Тренировка сегодня будет у нас такая, в разминченном варианте. Итак, ребята, наши тренировочки продолжаются. Все, значит, направо. Шагом марш потихонечку. Сейчас такая работа у нас будет. Работаем легко, бой с тенью. Смотрите на меня, да? Не надо сейчас бросаться практически с места. Вот мы работаем в ручке. Движение там, сюда, кончил. Дернули. Хоп, команда, да? Хоп, поменяли. Сразу не останавливаемся. Как будто ничего не было. Уже в другой стойке. Ну как, Дмитрий Пирог боксирует. Он раз меняет стойку, и уже в этой стойке может пойти. Нам с самого момента переход стойки надо сейчас делать. Все легко, аккуратно, начали. Сереж, смотри, как вот страны, как ты делаешь. Просто, чтобы ты знал. Вот ты работаешь. У тебя четко должна быть одна стойка, четко должна быть другая стойка. Понимаешь? Если ты был бы Андерсон Сильва, а не Бекетов Сергей, ты мог бы, наверное, вот так работать. Ну, грубо говоря, у тебя пластика была бы. Это, кажется, свой стиль. Тебе сам надо, ты отстаешь от техники, тебе надо более собранный быть. Именно такой момент. Потому что так сразу раскрыто. Так ты вроде собранный. Ручки вот здесь держишь, там ударить можно, там, да? Какую-то опасность создаешь. Там в любой стойке. А ты, получается, вот так руки. Сегодня на тренировке даже чуть-чуть засуетился. Прям и то, и то, и то. И надо успеть и запомнить. Потому что время сжато, и надо это учитывать. Начали, продолжаем работать. Что сейчас сделаем? Выполняем первое движение. Он вот так вам ручки прямые отдал. Уперся, да? И ваша задача здесь повыходить на болевой. Сейчас минуту работаем. Минуту работаем. Выход на один. На другу. На другу. Следующую минуту по команде. Выходим на треугольничек. То есть раз, туда за щек. Два, сюда за щек. Раз, сюда за щек. Два, сюда за щек. Мы работаем левой рукой, но не в голову, а в перчатку. Мы руки не разбрасываем. У нас рука практически около головы, вот здесь. И вот у нас работа идет, как угольный бой в перчатку. Вторая рука прижата. Вот этот момент, это работа кличко, так тренируется кличко перед боем. Нам тоже один из вариантов нужен будет. Контроль руки держать вот этот. Резко не убираем вот так, а именно друг друга легко подлавливаем. Не закрывайся прям полностью. У тебя одна рука впереди всегда. У нее работа идет. В руку работаем, вот. Вот мы стали работаем. Вот такой момент. Неудобство создаем себе и ему. Моя задача выхода на болевой. То есть здесь ручку, соответственно, забираю к себе. Второй. Второй рукой ныряю под него. Здесь задача я где-то прикрываюсь. Начинаем. Раз. Вот в этом положении давайте сразу разберем тот момент, когда человек встает. Во-первых, прижаться так же. Не упустить локоток самое главное. Только если у меня ушел вот сюда локоток, все. Уже бесполезно что-то делать. Вот я здесь прижался, стою вместе. Когда он поднимается, поднимайся прям. Я начинаю скручиваться под него. Под него туда. Как грузило. То есть как только человек, да, начинает подниматься, я начинаю уходить под него прям к дальней ноге вот сюда. Даже если какие-то приемы мне известны вообще в принципе, то всегда есть нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы прием получился правильно, прошел. Все нравится мне в этом плане. Сейчас пойдет двойка, оттяг право-прямая. Стандарт будем делать. Мы встали. Я работаю отсюда, движение спокойно. Раз, два, оттянуть, три. О, работает. Оттянулись, три. Более сгруппировано, более скоманно. Здесь проблема одна сейчас. Ноги. Мы тренируем для того, чтобы ножки наши вперед шли. Ну, часто как бывает. Ноги не успевают, и мы сейчас будем делать так, чтобы у нас успевали ножки. Ситуацию снизу, да. Забрали ручку. Вот здесь ножку одну забрали, ее уже достаточно. Вот чуть подержать, чтобы человека, да, вывезти. Вот даже я взялся, да. Мне вот, если я в идеале убрал вот эту руку еще, то это уже шикарно. То есть я могу вот с этой ногой уже где-то контролировать и забирать здесь подтяги себе, как бы, в лучшее состояние. И здесь уже либо поджимаю, да, либо я скручиваюсь так же, вот в эту сторону. Вот, вот, бедро. Леш, не должно оно, куда ты его вперед тянешь? Вот здесь оно должно быть, да, бедро. И вот эта нога, как бы, они должны все равно быть. Ты, как бы, не закрывай. Да, 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 вот. Туда его не вытягивай. Ручку, ручку бери, Леш. Нет, вот, вот ручка пошла. Вот сам ее туда. Вот, вот, вот. Вот. Ручку в сторону. Ручку. Есть. Минуту еще работаем. Алексей тренирует сборную по армейскому рукопашному бою. Мне очень нравится, как тренер, тем, что он уделяет внимание и на партер, и на стойку. Сейчас в бейферс будем бить, но будем очень аккуратно сейчас бить. Здесь надо сейчас все силы бить. Правильно ударьте луч. Можно быстро ударить и хлестко ударить. Но надо сейчас правильно, надо попробовать в такой момент сюда. Вот сюда попробуйте. Вот такое движение сделайте. Все зависит от разворота. Почему я когда упражнение даю вам на разворачивание вот это в одно, в другое? Я прошу, чтобы голова кружилась. Если это не будет, мы перекрутим и суставы еще травмируем все свои. Ну вот, например, вот как можно бить, если быстро, да? Вот, прорабатывать я даже не завалился. Вот они. Ясно, да? Ну, конечно, профессиональные тренера – это профессиональные тренера. Достаточно две недели с ними позаниматься, чтобы больше понять, чем полгода иногда заниматься с каким-то другим тренером. Огромное спасибо. И давайте сейчас тогда еще один момент рассматриваем. Все-таки потому, что многие им пренебрегают, да? Вот этот болевой, именно скрутка. Скрутка на ножку. Вот я как бы начинаю крутить, он, получается, поворачивается вперед меня, опережает, да, меня? Опережает меня и вырывает эту ножку. Это первый, самый простой уход из этого положения, да? Вот сейчас, смотрите, он берет, берет вот эту ножку. Артем, да, нас круче. То есть я где-то вот здесь вперед него начинаю крутиться, да, вперед него туда. Опережаю и как бы в этот момент ножку вытаскиваю. То есть если он меня опередил, то я стучу или кричу. Ну, маленечко не довернул руку, все, вся сила твоя ушла. Противник перешел на тебя и все, бой закончен. А здесь вот эти маленькие нюансы, они как раз и помогают. То, что мы делали с вами на первой на тренировке прием, сейчас помните его. Вот мы работаем, вот ты тоже работаешь в ближний бой. Здесь в этой ситуации мы ловим момент, мы ловим момент сцепки. И здесь, смотрите, как я сцепился с ним, сразу вспоминаем шею. Да, то, что мы прокручиваем его и давим головой. Поймайте момент и не забывайте про ноги. Мы не стоим на ногах, ноги уходят в сторону. И вот на положении вот это движение, раз, сбили его, немножко побили, оп, встали. Первое здесь, вот даже вот отдавши, вы должны вот вытянуть плечо вот сюда. Вот такое положение. Закрывай, закрывай. Вот оно плечо и шейку вверх. Здесь как бы освободи в себе поле для дыхания. Вот я иду сюда и вытягиваю вот это плечо вперед. Второе, значит, я беру за вот эту ножку, за вот эту ножку изнутри. То есть тем самым я пытаюсь себе дать дышать, да, это первое. Второе, обрывочка, я перехожу вот на эту ножку, потому что здесь я начну переходить, он ее где-то прихватит, да, еще больше туда и затянет. Поэтому здесь очень быстрое движение с поворотом. Вот, на живот, то есть на животе уже человек, чтобы он держать изнутри, но нет вот этого, движения. Тут все равно все движение идет в себе. Хоть как бы его перевернули, в таком, такого давления уже не будет. Вот, вот, прям плечо вот вперед, знаешь, как будто ты выставляешь вдох. Плечо вот сюда вперед, вот это плечо, да. Вот, голову вверх, да. Вот сейчас шейку, получается, которую ты должен прихватить, вот здесь он тебе будет давить, вот этой шеей. И ты вот, да, вот, отжимаешь себе, как бы, дай голову. Тренировка была у нас по борьбе, исключительно по борьбе. Все принимаю для себя, все беру на вооружение. Сегодня очень хорошо все занимались. Все хорошо занимались. Выделять никого не буду. Либо всех выделю, все разрешат, либо никого. Всех благодарю. Не болейте. Берегите свои ушибленные места, чтобы они у вас окончательно все-таки срастались. Спасибо вам всем за тренировку. На сегодня наша тренировка окончена. Сегодня мы, в принципе, я считаю, всю тренировочку поборолись. Всем спасибо. Ребята, существует мнение, что занятие каким-либо видом творчества и искусства – это не только приятный и интересный процесс, но и сильнейшая энергетическая и эмоциональная разрядка. Сегодня мы предоставим вам такую возможность. Мы с вами, как обычно, на природе. Прекрасный воздух, ботанический сад. И, в общем, давайте получим удовольствие. Ну и заодно заработаем еще баллов. Хотя у нас, в принципе, в Абхазии тоже природа очень красивая, но здесь именно какая-то вот обстановка такая уютная. Рыбки, вот эти сказочные какие-то природы, такая парк, аллея. Очень красиво. Сегодня мы с вами будем заниматься гончарным искусством. И рядом со мной стоит профессионал, преподаватель по гончарному искусству, девушка, которую зовут Татьяна. Мы вам желаем удачи и приступаем. Самое интересное, что этому ремеслу, так скажем, уже, наверное, несколько тысяч лет, то есть наши далекие-далекие предки тоже вот так же, ну, на примитивных каких-то кругах лепили посуду, потом ели и с нее. Сегодня вы будете обучаться гончарному искусству и будете лепить горшок. Ну, а так в целом, что у вас получится? Гончарное искусство – это замечательное дело. Татьяна, педагог, показывала все очень, достаточно кропотливо показывала всю работу, помогала лепить кувшины. Самое сложное было центровку найти, ну, вытягивать горшок, а так там ничего такого сложного, наверное, не было. Тем более, первый раз там делали, и то хорошо получилось. Большими пальцами постарайтесь надавить и тянете на себя одновременно. И в какой-то момент он остановится и перестанет биться. Это значит, что вы зацентровали. На круге горшок взял, а потом уже Адам его разрисовал, уже с фантазией своей, там, с детства, или откуда он взял, ежик. Сначала я слепил гранату, потом мне когда-то понесло, я слепил бойца, потом мы начали репить ринг. Нравится все это? Ну, мне нравится в одиночестве это все делать, не перед камерами. Если заниматься, то учиться, интересоваться, как это. А так, ну, пришли, не знаю, слепили, там, ринг у нас, ислам какой-то получился, он разваливался. Бояц, сам один какой-то, это уже нормально. Вот, бояц, кстати, нормально у нас получился. Ребята, ну что, если вы готовы, я уже могу подходить к вашим столам и рассматривать вместе с Татьяной. Получим от Татьяны какие-то профессиональные комментарии. Я предлагаю начать со стола красных. Вы молодцы. И, безусловно, сказать вам о том, что вы что-то недоделали, что-то сделать некачественно, это было бы глупо и абсурдно. Поэтому я себе этого никогда не позволю. Я позволю себе только вас похвалить. Это произведение искусства от участников реалити-шоу «М1 файтер». Поэтому сейчас команда черных, мы направляемся к вам. Вообще я очень удивлена тому, что, как бы, что и у этой, что и у той команды предыдущей с первого раза все-таки что-то получилось. Гончарка есть гончарка. Могли лепить все, что угодно. Хорошо, что не вылепили то, что могли. Может быть, мое решение вызовет у вас какую-то неожиданную реакцию. Я считаю, что это абсолютно честная ничья. Поздравляем обе команды. Всем присуждаются баллы. Думаю, ну, что-то гончарное дело не понравилось мне. Мне более какое-то экстремальное, там, покупаться, может, по вождению, там, что-то, ну, такое интересно. А это такое, несите-то, там, лет в 60 можно. В гончарке у нас тоже ребята лишний раз доказали, что они разносторонние люди. Что помимо единоборств владеют разными искусствами. От рисования до гончарного искусства и от футбола до керлинга. Друзья, привет! Сегодня представлю вам Мишу Зайцев, вы все его знаете. Чемпион мира по боевым самбо. Чемпион Европы по джиу-джитсу. Я участник промоушена Беллатор. Также скажу, что мне повезло, что он сейчас в нашей команде тренируется вместе с Сашей Волковым. И думаю, что вам будет очень полезно и познавательно получить какие-то знания, навыки, умения от Михаила. Миша участвовал в гран-при, но немножко не повезло из-за травм. Но Миша все знают, да, тоже чемпион. Я почему говорю, что шоу чем хорошо, что ребята могут общаться с людьми и видят людей, которые такие же, как и они. И они этого всего могут сами добиться. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Приятно, что мы с вами сделаем небольшую разминочку в партере, да, проведем некоторые элементы для перемещения и перейдем туда в стойку. И в стойке у нас будет работа в клинче с ударами и с небольшими бросками. С первых минут нашего снижения визуального контакта сразу видно по его улыбке то, что простой, душевный человек. Конечно же, профессионал своего дела, мастер, финалист, промоушен, имбиллатор. То есть это уровень очень-очень высокий. Сейчас сделаем пару таких упражнений подводящих, да, которые нам позволят перемещаться в партере и тем самым мы сами разомнемся. Одно из простых упражнений, когда мы перемещаемся с левой стороны на правую сторону, дальняя рука у нас уходит на колено, ближняя идет у нас между ног. С упором разращиваемся, оказываемся возле головы оппонента. С той стороны, как вы находитесь, опускайте голову, упирайтесь головой в ковер и плечом оппоненту в живот. Вот, своей дальней рукой контролируйте его ноги, в том случае, если он их будет поднимать или разводить, вам было удобно перейти на другую сторону. И ножки собирайте в кучу и убирайте их в сторону. Ставим ближнюю руку к оппоненту, его к его бедру, делаем высид, головой помогаем убрать ногу. Рука высид, головой подталкиваем ногу, оказывается сбоку. Будет тебе самое интересное. Проверим, насколько вы выяснили все эти три упражнения. Мы их совместим в одно. Переход. Раз. Перепрыгнули. Нога. Раз. Два. Три. Грамотная работа в партере очень важна. Этого очень не хватает, по крайней мере, российским бойцам. Это 100%. Очень мало даже бойцов на высоком уровне, кто в партере владеет хорошо. Мы сейчас рассмотрим некоторые позиции в партере, которые необходимо контролировать, для того, чтобы вы смогли дальше его атаковать. Мы контролируем его двумя коленками. Одно колено находится под подмышкой, а второе упирается у нас в бедро. Правая рука находится под головой оппонента. Другая рука у нас контролирует его бедро, для того, чтобы оппонент не смог крутиться или сделать креветку. С этой позиции что мы делаем? Встаем на колено, упираемся коленом в живот. Дальняя нога у нас находится в стороне. Получается у вас такая позиция очень устойчивого бойца, да? Где вы сможете бить и контролировать оппонента, да? И делаем переходики. Раз, два. И четыре. Дальняя нога у нас находится в стороне. Движение, когда вы находитесь в холл-гарде, да? Основа оппонент или к вам прижимается, или вставляет к вам предплечье в области горла. Это стандартная ситуация. Отжимает, да? Что мы делаем? Мы свою руку с головой убираем, подсуну подмышку и забираем шею. Рука блокируется вообще как... Очень опасно. Но с этой позиции не всегда дается задушить человека, потому что нет очень хорошей плотности, да? Мы переходим к нему на живот, развиваемся, забираем руку и начинаем двигаться. И работаем. Любую мелочь спрашиваешь, он тебе объясняет по полочкам. Мне очень нравится, когда ты человеку вопрос задаёшь, то есть не придумывает на ходу, он просто знает, это как сделать. У нас получается в этом действии два финиша. Или вы оппонента забиваете, да? Если он начинает крутиться, вертеться, ну, жить ему хочется, да? Он не задаётся, переходим на болевой, на руку. Упирается, забираем руку. Так, надо развернуться. Берём плечо, обозначаем, он начинает крутиться. Захват при... Ослабляем. Берём руку в замок. Ногами контролирую его голову. Садимся на болевой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем такая, может быть, позиция известна, да? Все видели её, когда один сверху, другой снизу. Ну, сверхний, как всегда, бьёт беспощадно, пока у него есть силы. Верхний защищает свою голову, да? И делает таким образом. Вот так вот. Вот так вот. Ногами. Он думает, что он сейчас каким-то чудесным способом за что-то зацепится ногами. И вот таким движением хочет оппонента свалить. А верхний сидит, думает, что за фигня? Что он делает? И его не бьёт. Рассмотрим эту ситуацию. Как нам быть в данный момент? Во-первых, нам надо заставить оппонента, который находится сверху, сделать так, чтобы он с ним бьёл. Так? Его свалить на четыре точки. То есть подать его тазом и своими руками подбить его под мышки. Мы заставили его упасть на четыре точки, да? Это первое. Когда он сбить уже не будет. Это стопроцентно, да? В этот момент вы уже можете уйти. Рассмотрим самый простой и нормальный способ. убиваем оппонента, да? Он стоит на четырёх точках. Блокируем его одну руку своей рукой с внутренней стороны, ой, с наружной стороны и ногой блокируем ногу. И мастим в эту сторону. Тем самым, что у него не будет точек опоры. И выходим для себя в более выгодную позицию. Теперь я начну думать, что делать. Ну, естественно, что я не знаю всё и даже не знаю, наверное, половины всего, что можно знать. То есть стараюсь по максимуму впитывать всё, что показывают инструктора. что я вам скажу, ребят? Старайтесь, можно сделать нам работы очень много, да? Но из этого будет очень маленький выхлоп, да? Лучше сделать усилие, да? И чтобы это был очень хороший результат, да? Потому что поработав, подумав, наша задача в этом. И это дело применять. Когда объясняют именно профессионалы, когда объясняют люди, которые сами участвовали, сами побеждали, которым именно эти приёмы там принесли победу. Очень как бы это всё хорошо. Мастер-классы это более, я даже сказал, на моральном уровне, да, повышают квалификацию бойца, чем... Ну нельзя научиться ничему с одной тренировки. То есть нужны долгие годы упорной тренировок. Но понравилось вот единственное, что это моральное поднятие духа всех бойцов было. Михаил, мы хотели бы вас поблагодарить за проведённый мастер-класс. Спасибо вам за то, что вы нам показали здесь. И хотели бы вам подарить вот такую футболку от нашего партнёра ММА Империя. Привите, пожалуйста, теперь вы полноправный участник М1 Фан. Всё, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Проект очень интересный, в основном, он проходит не впервые и имеет популярность среди ребят, занимающихся единоборствами. Очень хорошее дело, которое позволяет людям заниматься спортом и обращать на это внимание. Уважаемые зрители, на протяжении всего проекта вы можете голосовать за любимого бойца. Каждый может стать участником финала. Отправляйте СМС-сообщение и голосуйте на сайте. Бойцам нужна ваша поддержка. Серёжа, Алексей, Ильдар совсем мало времени остаётся до финальных боёв и всё ярче становится видно, кто же у нас лидирует в проекте из бойцов. Ильдар, я предлагаю тебе сейчас выставить двух бойцов против одного бойца Алексея. Ну, я выставляю оставшиеся. Это у нас Магомедов Юсуп и Этлешев Беслан. Немножко вкратце расскажу о бойцах. Бойцы интересные. Интересные поединки показали они в предыдущих своих боях. И я скажу, они готовы, готовы дать хороший поединок, что один, что второй. Они разнообразные, как борьбой, так и в ударке. Мы их уже хорошо знаем. Да, они интересные ребята. Алексей, тебе слово. Ну, что ж, у меня слово одно, но веское. Это Артём Казбанов. Значит, но здесь я скажу сразу, что может быть, как бы, так скажем, по проекту недооценен немножко человек, хотя я его упоминал не раз. На самом деле парень на уровне, я бы сказал, стоит с лидерами в моей команде. Поэтому я готов со всей ответственностью сказать, что Артём может преподнести сюрприз и может даже стать чемпионом. На самом деле, глядя на его просто на тренировках, он разнообразен в ударке, силен физически из моих спортсменов некоторым не хватает именно физической силы, я считаю. А вот он готов. отлично, приятно, когда тренер уверен в своем ученике, остается только ждать этого рейтингового боя и как я всегда говорю, победит сильнейший и все покажет ринг. Ну что ж, как Юсуп, так и Беслан достойные соперники для Артёма, но с кем все-таки Артём Казбанов встретится на ринге, решит спортивный совет и остается только ждать и догадываться, с кем же Артём Казбанов выйдет на ринг. Ну что ж, я предлагаю звать бойцов. Я думаю, что мы все поддерживаем. Добрый день, ребята, рад вас сегодня видеть на очередной встрече. Вижу, что лица улыбающиеся, радостные, значит, все хорошо в команде, все замечательно. Хочу по традиции передать слово вашим тренерам. Эльдар, как всегда, начнем с тебя. Я буду краток. Ребята молодцы, все стараются и по традиции также выделю вкратце бойцов. Это Гугов Ислам, Васильев Руслан и Мукба Алхаз. Я очень рад, что попал в команду Эльдару, потому что я хотел ударную технику для себя подчеркнуть. Мне нравится. Хотелось бы сказать большое спасибо тренерам, Эльдару, Тарасу, Сергею Харитонову сказать спасибо. Очень интересно. Много познал для себя нового. Пополнил базу знаний своих бойцовских. Того, чего мне не хватало. Эльдар, я так понимаю, у нас каждый боец из тех, кого ты отметил, получает по одному баллу? Да, обязательно, ребята, молодцы. Я, наверное, продолжу немножко развивать тему. Я выделяю сегодня Голубцов Егор. Горбатюк Алексей. И Евмеков Доурен. Конечно, новые знакомства, знакомства с тренерами, мастер-классы проходят с именными спортсменами. Все, что показывают тренеры, все беру на вооружение. Я буду везде стараться и стремиться зарабатывать как можно больше баллов. Ребята, мы все вам присуждаем по одному баллу. Алиночка, я знаю, что у вас было очень интересное и увлекательное выездное мероприятие. Расскажи, пожалуйста, о нем. Да, последнее мероприятие мое было с ребятами в Ботаническом саду, и все бойцы осваивали у нас гончарное искусство. Это был... Очень интересно. Так сказать, творческий урок, и с нами была преподаватель по гончарному искусству, которая показала ребятам основные принципы, основные приемы. Самое место понравилось, ну, ботанический сад. Ну, и вообще сама идея, как бы, вообще прикольная. Как результат нашего урока между командой Алексея и командой Ильдара абсолютная ничья. Пытаешься выиграть в принципе в любом конкурсе. Там, блин, захватывает тебя, и ты стараешься все равно быть первым. Ну, уже все. Позднее отметаться. Ничья. Результаты индивидуального соревнования участников проекта на данный момент. Бойцы, набравшие большее количество баллов, выйдут в финал М1 файта. Сережа, ну что ж, впереди у нас очередной рейтинговый бой. Самое время назвать участников этого рейтингового боя. Я думаю, Алиночка, как всегда, первое слово твое. Юсуп Магомедов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Честно говоря, соперника даже не смотрел в бои, как бы не оценивал его. Плюс и минус, потому что мне с ним не приходилось работать ни в стойке, ни в партере. Бой покажет, кто более подготовленный. Ребята, я предлагаю пожать друг другу руки. Да, победить сильнейший, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами тренеры проекта М1 Файтер Эльдар Кенкерли Алексей Кочиев. И мы наблюдаем с вами не менее интересный бой. Это Артем Казбанов и Юсуп Магомедов. Мы видим, что Юсуп Магомедов представитель школы борьбы. Понимает, что Артем может нанести очень жесткий удар руками, что он делал в предыдущих боях своих Артем. И сразу кинулся в борьбу. То, что и получается. Переводит бой в партер. Пытается оторваться. Делает сбросы, но видим, что Артем очень крепко держит. Артем физически очень сильный. Боиск, назывался Лягушка, помню, раньше, когда вот так поднимали и бросали опускать. Очень развит был в рукобашном бой. Хочется отметить здесь, что бойцы очень равны друг другу по физической мощи. Очень хорошо сложен. Вот мы видим, как силен Юсуп Магомедов все-таки поднимает на уровне пояса где-то. Пока это не приносит ощутимых результатов. Очень цепок Артем Казбанов. Он держит снизу, контролирует Юсупа. И давайте посмотрим, как будет развиваться поединок дальше. Артем, я отмечу, что очень интересный боец, который так же, как работает в стойке, так же может работать в борьбе. И очень еще в добавок физически очень крепкий. Что он и делает? Ух ты! Он побеждает поединок неожиданно, побеждает болевым приемом против борца. Вот так снизу. Дождался, дождался, Артем своего шанса. Поздравляем Артема. И болевым приемом на руку в первом раунде. Победу одержал боец из синего угла ринга Артем Казбамов. Рязань, Россия. Артем, поздравляем тебя с этой замечательной победой. Соперник у тебя был более чем достойный. И даже тренера между собой спорили, кто же из вас на самом деле победит. Ты выбрал замечательную тактику, ты просчитал своего соперника и сделал болевой прием. Скажи свои ощущения и впечатления. На самом деле, да, я очень опасался Юсуфа, потому что я как бы посмотрел его бои, видел, что соперник сильный, как бы имеет большой опыт достаточно. Но я знал, что он будет бороться со мной, потому что тут создалось впечатление, что я ударник. Хотя до этого, до первого боя здесь я всегда боролся. А тут я выиграл как бы ударки и походу создалось впечатление, что я ударник. То есть ты перехитрил своего соперника? Ну, я знал, что он будет бороться и был готов бороться. Молодец! Поздравляет тебе весь зал с этой замечательной победой. Молодец! И удачи в проекте! В чем же была допущена твоя ошибка? Да, ошибка была допущена, потому что форсировал, наверное, обстоятельства, просто поспешил на самом деле. Просто чуть не дооценил соперника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующей серии смотрите... Телеканал боевых искусств «Боец» и компания «М1 Глобал» представляют бои по смешанным единоборствам «М1 Файтер». Самое время Доказать всем, что ты герой Самое время Оставаться собой Самое время Даться, что и сил Когда со своей судьбой Ты один в один Ой! Субтитры создавал DimaTorzok